Не убираешь с крыши, получишь штраф. Какое еще наказание может ждать руководители управляющих компаний? Попадают с одним недугом, получают дополнительные на соблюдение санитарных норм в детской инфекционной больнице номер 2. Вновь жалуются родители. Снова с пострадавшими из-за столкновения двух автобусов в Барнауле легкие травмы получили три пассажира. Штрафа от 50 до 100 тысяч рублей. Руководитель управляющей компании может потерять не только деньги, но и занимаемую должность на целых три года. В жилищной инспекции напоминают, что бдительными должны быть не только обслуживающие дом компании, но и сами жители. Они должны своевременно сообщать о нависшей над головами опасности. Ну а в случае бездействия коммунальщиков звонить в диспетчерские службы, районные администрации, либо в госинспекцию края по телефону, который сейчас на ваших экранах. Я его назову по телефону Барнауле 56 64 32. А вот родители маленьких пациентов инфекционной больницы Барнаула номер 2 о проблемах учреждения в очередной раз пишут в социальных сетях. Они жалуются, что попадая в больницу с одним недугом, дети получают дополнительный ротовирус. Напомним, это далеко уже не первые жалобы. Полтора месяца назад мы рассказывали о бывших пациентах-инфекционке, которые, находясь в клинике, подцепили ротовирусную инфекцию. Испугавшись за здоровье своего ребенка, женщина тогда написала отказную и отправилась долечивать пневмонию сына амбулаторно. На признаки инфекции жалуются и те, кто сейчас находится в больнице с детьми. По словам одной из мамочек, вдобавок к болезни, из которой они поступили, теперь приходится лечить новую инфекцию. Сейчас мне плохо вечером, потом ребенку на утро. У меня рвота по носу, и у ребенка двукратная рвота, и по носу. Правила гиены нужно соблюдать, их не отменял. Ну и меньше, говорю, все-таки ходить по коридорам, стараться ребенку чаще обрабатывать ручки. Как нам пояснили в региональном Минздраве, в больнице строго соблюдается санитарно-противоэпидемический режим. Больных распределяют таким образом, чтобы новые пациенты не находились в одной палате с выздоравливающими. В ведомстве также добавили, что Ночмед в учреждении проведет проверку на предмет соблюдения санитарных норм. Результаты медики обещали озвучить сегодня. Пострадавшим в аварии, которая произошла сегодня, госпитализация не потребовалась. ДТП случилось в 8 утра в самом центре города, на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. Водитель 60-го автобуса во время движения нарушил правила очередности. После врезался в 29-ю «Газель», пояснили в Краевой госавтоинспекции. Среди пострадавших три пассажира «Газели» – две женщины и молодой человек. С телесными повреждениями их доставили в Первую городскую больницу. Оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Напомним, в конце прошлого года пассажирский автобус врезался в столб. Тогда пострадало около 20 человек. Многих пришлось госпитализировать. Продолжим. Праздник закончился. Накануне разобрали новогодний городок на пешеходной улице Молотобольской в Барнауле. Здесь уже полностью завершили демонтаж ледяных скульптур. Причина – резкое потепление. Из-за этого сообщили нам в пресс-службе Центрального района, фигуры могли быть просто опасны для прохожих. Кстати, это единственный ледовый городок в Барнауле, который простоял почти до конца февраля. Планировалось даже, что разберут его только в марте, но погода не позволила. Многие горожане, конечно, расстроены этим фактом, но кто-то отнесся с пониманием. В принципе, ну очень рано, я считаю, что снег лежит, как бы и погода хорошая. В Новосибирске он там до весны, да, то есть там до марта. Люди могут ходить, радоваться, смотреть на эти все огоньки. Это очень круто. Нас почему-то убрали, но не очень приятно, конечно. Да, я считаю, что наоборот нормально. Как раз самое время выбирать снег, кто тает. В цели безопасности убрали. Ну как раз уже все тает. То есть считаете, что правильно? Ну да. Пока на Молотобольской остается иллюминация и светящиеся фигуры, также решено оставить горку. Демонтировать ее будут при более сильном потеплении. Ну а объекты, о которых речь пойдет в нашем следующем материале, демонтировать точно не планируют. Как раз наоборот, в самое ближайшее время краевые чиновники планируют уделить внимание двум спортивным учреждениям. Ледовому дворцу спорта на Сибирском, 52, и зданию детской футбольной школы «Динамо». Об этом нашим новостям рассказал министр спорта региона Алексей Перфилев. Хоккейная арена по адресу Сибирский, 52, уже стала одним из главных долгостроев. Тем не менее, по словам Алексея Перфилева, стройка возобновится уже в этом году. Завершится, правда, не раньше 22-го. Стоимость работы оценивают в 600 миллионов рублей. Хотя сумма может быть скорректирована после проведения экспертизы проекта. Срочного ремонта требует издание завода «Трансмаш», где сейчас открыта футбольная школа «Динамо». Сооружение находится в краевой собственности. За это время владелец ни разу не проводил здесь капитальный ремонт, говорят руководители клуба. В итоге здание стало рушиться. На головы прохожих летят кирпичи, в раздевалках плесень, ну а сам паркет травмоопасен. Все остальное последовательно будем браться за все, но нам очень важно оценить весь масштаб бедствия и просчитать его в деньгах. После этого заручиться поддержкой и заручиться той суммой, которую мы действительно можем получить. Это в любом случае же, но нам невозможно из состояния беды превратиться в идеальное состояние. Сначала мы должны посчитать, что для этого надо. Ну а сейчас самое время узнать о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эволар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эволар». Почувствуйте разницу. «Эволар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. По прогнозам синоптиков на территории края станет немного прохладнее. Возможен снег. В Белокурике, Змеиногорске и Рубцовске до 4 мороза. В Бинске – минус 2. В Барнауле юго-западный умеренный ветер, снег и до минус 2. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.